Всем привет, друзья! С вами Дмитрий, вы на канале Реальный Летс Плей, мы продолжаем проходить игру Red Dead Redemption 2. Ну что, давайте сегодня погуляем по нашему новому лагерю, по нашему новому дому. И начнем мы, конечно же, со своей палаточки. Давайте, наверное, с чего начнем? Ну, с того, что все-таки, я думаю, Артуру надо бы привести себя в порядок. Хотя бы побриться маломальски. Так, стрижка, давай посмотрим. Что это сделать? Напомадить волосы, еб мое. Давай посмотрим стрижки, усы и борода. Ага, усы, борода. Какие у нас есть усы? Они каких? А, все, я понял. Я понял. Мы можем как отдельно выбрать, да? Вот, допустим, усы совсем маленькие. Или бородища совсем никакая, да? Бакенбарды. Нет, друзья, я, если честно, предпочитаю все-таки все вместе убрать. Ну, вот так вот он, конечно, выглядит совсем, да? Молодым. Давай, как вариант, выберем. Блин, я даже не знаю, что ему выбрать. С бакенбардами тоже прикольно, конечно, смотрится такое. Без усов, но с бородой. Нет, друзья, давайте пока будем... Он же все-таки у нас молодой человек, елы-палы. Давайте уберем пока ему все, а там посмотрим. Может быть, что-нибудь и нарастим. Хотя вот он, честно говоря, вот с... Чуть поменьше вот ему вот этого всего сделать. Давай пока на один все это дело уберем. Или бакенбарды совсем убрать. Нет, без баков тоже ни о чем. Давай вот так вот сделаем. Чтоб небольшую щетину ему все-таки оставить. Потому как, ну, как-то это несуразно получается. Давай вот так вот сделаем. Усы и борода. Окей. Напомадивать, напомаживать, помадить, короче, волосы мы не будем. Конечно же мы это дело... Сохраним. Давай посмотрим на себя. Вот, это уже другой разговор. Все-таки с небольшой щетиной, но ковбой должен быть. Давай посмотрим, что у нас еще здесь есть. Выбрать другую одежду. Что у нас есть из гардеробов? Костюмы. Так, стрелок у нас есть. Стрелок летний. Ну, в принципе, сейчас, я думаю, можно какой-нибудь вот... Какой-нибудь такой наряд. Костюм подходит для жаркого климата. А для среднего климата что-нибудь подойдет? Бандит гризли. Для умеренного климата. Злодей. Так, погоди. Давай назад. Давай посмотрим вообще, что у нас... В чем у нас народ ходит. Так, лошади срут. Тут непонятно что. Блин, правда, я даже не знаю, что вы привет. Что выбрать? Давай выберем такой. Какой-нибудь вариантик. Из готовых, по крайней мере... По-моему, так вот этот вот, наверное, самый такой интересный. Для жаркого. Для жаркого, для жаркого. Для умеренного. Пилок. Давай возьмем для умеренного климата, потому что хрен его знает, что у нас здесь произойдет. Так, костюмы. Все. А, нет, смотри-ка, свои костюмы. Ну окей. Хорошо, давай посмотрим, что по шляпам у нас есть. Картежная шляпа Артура. Шляпа охотника. Шляпа из меха бобра, имеющиеся. Изготовленные, найденные, ничего нет. Шляпа на лошади. А давай вот эту вот и оставим. Потому что она подходит реально лучше всего. Так, верхняя одежда. Давай посмотрим. Без. Блин, так тоже классно смотрится, конечно. Имеющиеся. Изготовленные. Смотри, у нас есть изготовленные. А, нет. Изготовленные нет. Пылевик. Вот тоже вариант, да? Вот такой вариант мне очень нравится. Давай посмотрим, какой цвет. Выберем такой вот. Отлично. Изготовленные у нас нет. Жилеты. Пастуший. Блин, вот этот, конечно, клевый. Смотрится просто великолепно. Оставим его. Рубашки. Да, белая она действительно выглядит. Черная выглядит классно. Но белая лучше. Что у нас еще? Штаны. Джинсы рабочие. Штаны ковбоя. Так. Цвет такой. Ну окей. А городские штаны? Нет. Рабочие. Эти дырявые какие-то. А джинсы? Тиние. Нет. Я думаю, что ныка в бой, пока ему оставим. Подтяжки. Хлопковые. Окей. Чапсы. Без чапсов. С чапсами. Давай оставим все как есть. Сохраним костюмчик. Свой сохраненный костюм. Вот таким вот образом, друзья, будем сейчас гулять. Осмотреть фотографии. Это кто? Друзья мои, кто это? Пишите в комментариях. Это, наверное, Беатрис Морган Spring Rock 1870 год. Это, скорее всего, его мать. Да? А может быть, его возлюбленная. Но, честно, я не знаю. Я врать не буду. Просто не знаю, друзья мои. Осмотреть фотографию еще. Что у нас здесь? Перевернуть. Ага. Тут фотография у нас неподписанная. Мы можем спать, сесть на кровать, лечь, но этого делать мы сейчас прямо-таки не будем. Ну что, пойдем погуляем. Посмотрим, что у нас здесь. И начнем мы с правой стороны. Вот отсюда. Ирка и шитье. Вот она, романтика бандитской жизни. Да, если бы только они знали, как это скучно. кто это говорит, я пока не пойму. Привет, Хозе. Ну, давай сядем. У тебя все хорошо? Да, конечно. Хочешь поговорить? Давай. Все тихо, Хозе. Счастью, да. Хорошо. Ладно. Пойдем. Пойдем посмотрим. Но неизвестно, как долго это продлится, так что лучше не мешай мне. Да не вопрос, Хозе. Я тебе мешать не буду. Ух ты. Уоу. А, Тилли. Давай поговорим. Как дела, Тилли? По крайней мере, не холодно. Я была бы не против сходить проветриться. Не сомневаюсь. Ладно, не буду мешать. Ладно. Хорошо. Пойдем здесь. Посмотрим, кто. Дамы. Добрый день. Карен. Как поживаешь, Карен? Нормально, я думаю. Гримшос меня с ума сведет. Ну, значит, ничего не изменилось. Ладно, еще увидимся. Хорошо. Так, а здесь что за дама? Мэри Бетт. Как дела, Мэри Бетт? Я умираю со скуги. Сижу тут безвылазно. Ну, лучше скучать, чем мерзнуть. Что ж, мне надо идти. Хорошая мысль. Согласен. Так, что тут? Осмотреть блокнот Мэри Бетт. Конечно, не надо чужие, как бы, эти... Смотреть блокноты. Ага. Читать. Записная книжка Мэри Бетт. Дикие земли Америки. Романтическое произведение Мэри Элизабет Ном де Плюм. Дикий Запад не зря прозвали Диким. Эта земля манила всех, кто жаждал приключений, а также изгнанников и беглецов со всех концов света. Это была земля стрелков, бандитов, красивых женщин и диких зверей. Осталось только выяснить, кем из них была прекрасная Марсель, французская принцесса, которая бежала от ужасного французского герцога, преследовавшего, поскольку она не захотела быть его невестой. При этом она понимала, что все это полная чушь, и что ей следовало бы повеситься за свои высокопарные мечты. Все, да? Ну окей. Неплохой дневничок, продолжай в том же духе, и у тебя все обязательно получится. Так, в принципе, можно будет покушать. 10 градусов у нас температурка. Подобрать. А кого ты там собираешь? Мешок. А зачем тебе мешок? Ты хочешь покормить коняшек, что ли? Так, кто у нас здесь? Что, точнее, у нас здесь? Ведро. А зачем нам ведро? Оу, как темно тут стало. Давай посмотрим. Можно погреться, да? Ну, в принципе, нам. Эй, друзья мои, аж то за фигня. Почему так темно стало? Я не заказывал дождь. Ты посмотри-ка, как быстро меняется погода. Я хотел всего лишь прогуляться. Так, дядюшка. Давай мы пока дядюшку оставим на потом. Мы сейчас гуляем. Козья не хочет с нами разговаривать. Здесь нету никого. А нет, он сидит. Блин, ты посмотри, там реально гроза. Гром, молния. Это кто? Здравствуй, дядя Артур. Джек. Как тебе в новом лагере, Джек? Конечно, все в порядке. Пока и так сойдет. Ладно, я пойду. Хорошо. Замечательно. Так, а что у нас там? Интересно. Там, наверное, у нас дорога в этот город. Вот это уже лучше. Так, тут какая-то мадам стоит. Дождь пошел, да? Привет, Артур. Она нам сказала. Это кто у нас? Эбигейл. Все хорошо, Эбигейл? Обустраиваешь. Хорошо. Хорошо, поговорим, помню. Ну ладно, Артур. Так, здесь у нас больше ничего нет. Куры. Так, этот товарищ, которого мы подобрали. Что у нас тут? Какие-то письма. Читать. Давай посмотрим. Приказ об увольнении Билла. Увольнительный билет армии США. Настоящему удостоверяю, что Мэрион Уильямсон уволен с лишением прав и привилегий из Вооруженных сил Соединенных Штатов. За попытку убийства и неуставное поведение. Датирован 27 декабря 1892 года. Командир части полковни Гарольд Т. Ирвинг. 15-й пехотный полк. Ух ты ж, ни хрена себе. Да, нам это как бы, в принципе, я думаю, надо будет знать все вот эти моменты, все вот эти письма. Наоборот, тоже что-то есть. Ну давай прочтем. Письмо Ленни от отца. 12 января 1894 года. Мой дорогой Леонард. Всего три дня тому назад вы с матушкой стояли на платформе, провожая мой поезд, но я уже чувствую необходимость написать тебе. В тот день ты хорошо выглядел. Тебе следует с юных лет учиться целомудрию. Есть истины, о которых человеку моего воспитания проще написать, чем сказать. Даже своему отцу. Я не рассчитываю, что мальчику будет легко это понять. Но все же надеюсь, что ты поймешь. Итак, вот одна из таких истин. Я знаю, что зачастую был для тебя больше воспитателем, чем отцом. Но, невзирая на мои речи о твоем будущем в качестве юриста, я вижу в тебе в первую очередь сына. Надеюсь, когда мы встретимся в следующее воскресенье, я снова обрету твердость. Но сейчас расстояние между нами позволяет мне признаться, что ты получил больше, чем ты знаешь. Больше, чем можешь знать и можешь ожидать. Надеюсь, к моему возвращению двор будет очищен от снега. Я вижу, что этот долг угнетает тебя, но ты должен приучать себя к полезному труду, даже столь грубому. Как обычно, прочти это письмо вслух своей матери и, пожалуйста, не глотай слова, как ты пару делаешь. С искренней заботой твой любящий отец. Хорошо, пойдем посмотрим, что у нас здесь. Тут еще какая-то... А, ну газету мы взять не можем, там вот еще что-то лежит. Тут очень много всяких предметов, бутылка виски. Давай возьмем. Я, конечно, не уверен, что... Давай выпьем. Что нам это даст? Ага. А ничего, это толком не дало. Ну и хорошо. Так, вот какая-то фотография. Хозе и кого? О, кто там был? Хозе и его невеста, что ли? Что тут? Хозе и Бесси Мэтью. Сентябрь 1883 года. Окей. Хорошо. Пойдем сюда. Штраус. Мистер Штраус. Здравствуйте, мистер Морган. Пахнет хорошим кофе. Одно из приятнейших удовольствий мира. Согласен. Наслаждайтесь. Берегите себя, Артур. Что, все? Ну все так все. Привет. Ой, привет. Ну, подожди, сейчас мы с тобой поговорим. Дойдем до тебя. Так, это у нас. О, это вы. Ну да, это я. Киран. Что думаешь о своем новом доме? Отпустите меня, пожалуйста. Этому не бывать. Окей. О, миссис Гримшо. Сьюзан. Ну и как вам это место, Сьюзан? По крайней мере, лучше, чем предыдущее. Не хуже найти было бы сложно. Ладно, еще увидимся. Конечно. Что там было? А, еще бутылка пива. Не, виски мы уже взяли. Пивом догоняться, я думаю, точно не будем. Окей, мистер Морган. Все хорошо, Морган? Доволен, что мы следили с этой горы, мистер Персон. Так и есть, столько дел. Да, для всех нас. Что ж, мне надо идти. Ладно. Так, здесь мы можем что-нибудь приготовить. Да? Получается так. Или мы можем здесь поесть. Пожертвовать. Сделать улучшение. Ну, давай посмотрим, что за улучшение мы тут можем сделать. Я не понимаю, чего ты говоришь. Сумка. Ага. Понятно. У нас пока ничего нет. Это нам точно не надо. Изготовить мы, в принципе, ничего не можем. Прям давай пока не будем даже сюда лазить. Как только что-то у нас появится возможность, мы обязательно попробуем что-нибудь изготовить. Так, тут тоже какая-то фото. Эта кто? Какая-то мадам. Не вижу, что там написано. Ну и ладно. Все в порядке? Ну, это опять ты. Штраус. В порядке. Почему вы так хитро на меня смотрите? Нет. Че нет-то? Ладно, думаю, мы разберемся. Прекрасно, мистер Морген. Так, а здесь, смотри-ка, здесь у нас получается, мы можем... ...себя подхилить, что ли, да? Ну, получается так. Но в данный момент у нас ничего такого тоже нету. Поэтому мы не будем никого здесь сильно тревожить. Можем подойти покушать. Там, кстати, вот общий котел был. А еще давай... О, там кто-то сидит. Можем дров порубить. Давай попробуем порубим дрова. Сегодня у нас такая обзорная экскурсия по нашему лагерю. Так. Опа! Красавец! Так. Опа! Ну давай еще парочку и... Я думаю, хватит. Мы же как одна семья! Раз! Вот так вот. Давай. Опа! Вот молодец, а! Делать-то нам просто... Ай, заняться-то нам... Нечем! Нечем, я говорю, да? Ну давай, последнюю сделаем и все. И хватит. Вот молодца. Чтоб повысить честь и характеристик персонажа, выполнять повседневную работу по лагерю. Вся банда будет благодарна вам за труды. Отличненько! А, это миссис Адлер, похоже, да? Иди. Да, это... Миссис Адлер. Как поживаешь? А, как по-твоему у меня дела? Извини, если я чем-то могу помочь, я не знаю, что я не могу сделать. Ладно, я пойду. Ладно, Артур. Да, это миссис Адлер. Опа. То есть, в принципе, мы можем здесь ходить по лагерю, делать какую-нибудь повседневную работенку. Налить. Что мы можем там налить? Давай что-нибудь нальем. Кофе! С ума сойти! Давай нальем кофе. О, какая красота! Тем более от хорошего кофе я бы не отказался. Давай ваше здоровье выпьем кофеек. Горяченький, вкусный. Ну, что-то у нас особо-то ничего не прибавляется. Так, ты что-то слишком долго пьешь кофе? Все, да? Окей. Отлично. Можно отдохнуть. Что он сделает тут? Видео отдыха. Здесь. Вот, отдохнуть. Лагерный костер. А, ты сядешь у костра, что ли? Угу. Понял тебя. Замечательно. Пойдем посмотрим. Еще тут фотка есть. А, можно на гитарке сыграть, смотри. Так, это кто? Неизвестно. А, это Чарльз. Все, я понял. Гитарка-то нет. Мы не можем взять гитару. Ну, и все, получается. Мы пришли к своему... К своей палатке. Посмотрели тут все практически. Где-то у нас еще была, мадам. Хотелось бы с ней поговорить. И, наверное, ей покушать. Ладно, давай зайдем сюда. Письмо. Посмотрим, что... Здравствуй, Артур. Привет. Так, читать. На стихотворение Молли. Ау-бридж. У-у-ай. А, у-ай-бридж. Вот так вот. Была невинностью самой, услышала твой зов. К тебе по морю плыть велел. Все дала без слов. Мой милый Лифи невелик. Страна вольна. Любовь, как крик. Была невинностью самой, услышала твой зов. Высокий, темный, полон сил. Со мной ты быть готов. И сердце лучше из призов. Все отдала без слов. Твои уста, как волшебство, а очи, как огонь. У слады полон весь твой дом, и всякий им пленен. Была невинностью самой, услышала твой зов. Рабы и слуги все твои ползут, все как и впредь. Полет чувств смелый осмеяв, любви им не узреть. Без доли я совсем одна, все отдала без слов. Сижу и строки опишу, чтобы их однажды спеть. А я тебя жду, как всегда. И в песне жалость есть. Была невинностью самой, услышала твой зов. К тебе по морю плыть велел, все отдала без слов. Круто. Замечательное стихотворение. Так, патефон. Включать мы пока не будем. Давай с дачи поговорим. И пойдем покушаем. Вот так и надо. Ладно, не буду мешать. Хорошо, Артур. Да что мешать-то? Ты даже ничего ему и не сказал. Так, это общак получается, да? Пожертвовать. Пока жертвовать давай не будем. Но мы обязательно это сделаем в следующий раз. Пойдем что-нибудь перекусим. Я бы даже еще, может, какую-нибудь работенку бы рутинную, может быть, сделал. Так, мы можем поесть. Налить кофе, взять миска рагу. Давай возьмем миску рагу. После того, как вы взяли миску с рагу, вам придется подождать несколько дней, прежде чем вы сможете взять еще одно. Слушай, да не вопрос. В принципе, я думаю, что целой миской рагу я наемся просто до отвала. Съесть. Во. Все. Отлично. Так, что у нас еще есть из интересного? Где-то я еще что-то видел. Надо побегать по лагерю, может, мы что-то еще интересное найдем. По-любому ведь где-то что-то есть. Так, бриться. Нет, не то. А, вот еще какие-то, да? Так, с этими дамами мы разговаривали. Здесь давай покормим. Подобрать мешок. Отнесите мешок к фаворске Пирсона. Ну, пойдем. Давай немножко поможем по лагерю. Мы же все-таки действительно как одна большая семья. Побыстрее. Артур, давай побыстрее пойдем. Что хоть кто-то умеет трудиться. Это точно. Вот это. Ты абсолютно прав. Положить мешок. Да. Меткий глаз 75% до уровня 3. Отлично. Давай еще что-нибудь поделаем. Это хорошо. Мы как бы социализируемся, можно так сказать. А почему нет? Это действительно такая форма социализации. Потаскать мешки. Почему бы нет? Сегодня мы всем поможем. Ну, а завтра нам тоже кто-нибудь что-нибудь поможет. С чем-нибудь. Вон, коняшек, например, каких-нибудь новых. Где-нибудь возьмем, найдем. Смотри, не надорви спину, Артур. Да, не переживай. Все окей. Как мне нравится, что здесь вот такая вот форма диалога просто живет. Вот именно этот мир живет. Только не вы. Да ладно ты. Так, положить мешок. Все, это у нас готово. Пойдем. Там еще одна точка была. Давай, все в порядке. Да, все окей. Там еще одна точка была. Давай посмотрим, что можно сделать там. А, вот еще даже целых две, что ли, тут. А тут что? Подобрать тюк сена. Давай подберем. Сделаем все, что здесь возможно. Перенесите сено в точку кормежки. Ну, пойдем. Сначала вот сюда. Вон, сколько лошадей. Друзья мои, ставьте лайк, если вам нравятся лошади. И вы хотели бы на них покататься. Положить тюк сена. Хотя бы научиться. Просто верхом поездить. Так, отличненько. Давай еще один возьмем. У нас прям такая работа кипит. На самом деле, это неплохо. Помогать своим друзьям, товарищам нужно. И ничего в этом. Потом придется это же сено подметать. Только в виде дерьма. Дерьма, походу, да, там было? Я не успел дочитать. У них уже в животах урчало от голода. Всех этих лошадей постоянно гоняете. Загоняете, да? Да не переживай. Сейчас мы всех накормим. Все. Сейчас лошадки сюда придут. Будут кушать. Так, там еще что-то было интереснее. Налить воды. Мы, видимо, подобрать ведро. Ну-ка, давай посмотрим. Подлейте воды в мойку. Пойдем. Польем. Подольем, точнее. Блин, как же мне это нравится. Все смотрят на Артура, как он работает. Это здорово. Интерактив. Так, тут даже у нас целых три точки, куда можно подлить. Ага, вот сюда. Сюда. А куда еще? Мы могли бы сюда, конечно, подлить, но тут вроде все нормально. Здесь ведро с водой тоже есть. Здравствуйте. Это ты с кем поздоровался? Кто там? А, это Штраус. Ну все. Здесь мы выполнили, в принципе, все. Больше никаких таких у нас моментов нет. Нет, поработали, поели, попили, побрились, переоделись. Замечательно. Можно продолжать жить, радоваться. Да, и радоваться этой жизни. Все ведь вроде, да? Да, больше никаких добавочных у нас миссий здесь нет. Эх ты, что такое? Ты здесь умываешься, мадам. А, я понял тебя. Привет. Мы с тобой уже разговаривали, да? Приветствую. Да. А ты в отличном расположении духа. Я? Ну, в общем, не хочу портить тебе настроение. Как скажешь. Ладно, Карен, все. Пойдем. Ну вот, друзья мои, мы погуляли по нашему лагерю, немножко поработали. А, вот он, кстати, дядюшка этот, да, сидит, отдыхает. Немножко поработали, потаскали. А, всяких разных интересностей. Покормили лошадей, подлили водички. Теперь можем и спокойно сесть, отдохнуть. Эй, стоп, назад. Нет, я не хочу спать, я хочу просто сесть. Кстати, можно было осмотреть. Давай мы это осмотрим. Козья дачи Артур. Собака Артура, отлично. Отец Артура. Да, прикольно. Подкова Артура. Так, сесть еще разок. Ну все, друзья мои. Сегодняшняя экскурсия у нас завершена. Если вам понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Ну и не забывайте, не забывайте нажимать на колокольчик. Для чего это нужно? Да для того, чтобы просто узнать, когда выйдет новый видос. Все, друзья. Всем спасибо, с вами был Дмитрий. Вы были на канале Реальный Летс Плей. Это прохождение игры Red Dead Redemption 2. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин